Время меняется. Пословицы многие считаю устарели. Нужно их осовременивать. Ну, к примеру, что у нас на полях посеешь, то уже не найдешь. Или опять для молодежи, не в сказке сказать, не клавиатурой на щелкать. Молодежь, сейчас не обижайтесь, но по-моему это точняк для вас. Флешка есть, ума не надо. Вот и взрослые реагируют, люди понимают, о чем речь идет. А сейчас для людей моего поколения, нет, не моего поколения, между молодежью и моим поколением. В любовном треугольнике всегда один угол тупой. Мне нравится, что обычно женщины реагируют больше на эту празу. Почему-то женщины милые, вам кажется, что только мужик в тупом углу находится. Это ошибка, уверяю вас. Вот опять для молодежи. Когда молодежь слышит вот эту пословицу, как я считаю очень современную, она сразу, молодежь, представляет своих родителей. Кто рано встает, тот всех достает. Но их родители вот достали, потому что молодежь же ночную жизнь ведет, они утром вообще проснуться не могут. А это для старшего поколения. Что упало, то бухало. А это мудрость современная, я считаю. Для настоящего мужчины главное не наступить на грабли. Нет, главное для настоящего мужчины не наступить на детские грабли. Чтобы не было обидно мужчинам, тут же надо что-нибудь про женщин сказать. Только русские женщины способны сфантазировать такую фразу. Если ты со мной не переспишь, я расскажу твоей жене, что ты со мной переспал. Опять как-то женщины отреагировали, они как совет восприняли это, а не как шутки. Хорошо, нормально проходит разминка, а теперь дурь пойдет. Вот эта фраза, даже читать стыдно. Смысла никакого, предупреждаю. Знаете вы, что выстрел ракетной системы Тополь называется тополиный пох? А знаете вы, что будильник боксера-тяжеловеса не живет дольше одного утра? Слушайте, действительно тонкий зал, хороший сегодня. А знаете вы, что сказка «Колобок» неправдоподобна? Полдня кусок хлеба по грязным пыльным тропинкам. Кто его после этого в рот возьмет? Вот, а сейчас сложная фраза, очень. Если я не говорю, что сложно, вообще никто не реагирует, никто. А так хоть кто-то, ай, че, я дурак, мол, предупредили. А знаете вы, что про возглашение независимости Косово больше всего обрадовались в мире производители глобусов? А знаете вы, что президентские выборы в России напоминают просмотр фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром»? Концовка известна, но традиция есть. Европейские страны поставили российскому аэрофлоту жесткие условия. Его рейсы будут отменены, если, пролетая над Европой, самолеты не снизят уровень шума. Урготцы аэрофлота долго думали и приняли чрезвычайное решение. Для снижения уровня шума запретить в самолетах русским пассажирам продавать водку. Вот знаете, вы смеетесь, а я вспоминаю, как я летел в самолете в новогоднюю ночь с 92 на 93 год. В эту ночь я ввел голубой новогодний огонек, и потом мне надо было срочно попасть в Ригу. Ну, самолет почти был полон. Я загрузил в этот самолет несколько ящиков водки тогда, помню. Как же мы напились, если бы вы знали. Знаете, страшно признаваться, но мы начали раскачивать самолет. Это только русские могли этим заниматься. Мы перебегали с борта на борт, представляете? Причем самое противное, что я этим занимался тоже. Знаете ли вы, что недавно умерший водитель маршрутки восстал из мертвых, после того, как работник морга слишком громко хлопнул дверью? А знаете ли вы, чтобы водители не нарушали и соблюдали в России сплошную полосу, ее надо делать высотой в метр. А знаете ли вы, что только у нас на заводе могли написать памятку, если болт не накручивается на гайку, это шуруп? А знаете ли вы, что самая глухая девушка в России, это снегу-рачка? А знаете ли вы, что при испытании последних марок автомобилей на каюк Тесл, самым опасным признан автомобиль А.К. Когда сажали манекен в машину, ему сломали обе ноги. Кстати, производители автомобиля А.К. провергли слух о том, что во время аварии их машина прячется в своего хозяина. Редактор субтитров А.Кулакова